огромный привет итак сегодня буду снимать для вас видео про мой новый набор про новогодний набор очень недорогой там порядка двух тысяч по моему если не ошибаюсь уточняйте цены у виктории так как я отвечаю за часть выбора продукции и и так сказать тестинга на себе виктория отвечает за ценовой сегмент я конечно тоже контролирую на с ней бюджетная политика мы делаем маленькую наценку стараемся проанализировать рынок и сделать наценку меньше чем у других вот и в общем то за цены я не переживаю хочу рассказать про новый набор если вы смотрели мои предыдущие видео вы наверное видели что во первых у меня появилась новая любимая палетка для контуринга это палетка от make up revolution той же самой марки которую я проповедую рассказываю про эту бюджетную марку очень давно очень долго уже в каждом своем виде используют продукты эта палетка входит естественно все что я перечислю входит новогодний набор make up revolution называется на renaissance glow это очень хорошая подделка под шарлотт тилбурри они пытались попытались скопировать дизайн оформления именно самих продуктов вот но тем не менее я считаю что этот продукт можно было сделать какой-то оригинальной упаковки потому что но в принципе упаковка сам дизайн да он оригинальный во первых очень приятно подарить потому что действительно качественное такое покрытие естественную заюзла но вы признаваты надо это понимать вот ее приятно подарить очень качественно застет из никакого там супер пластика нету все довольно прилично приятное зеркальце внутри вот во первых продукты по качеству заслуживают какого-то такого ну как сказать авторского момента то есть не копирование да по стилю шарлотт разблюда а какого то какого-то самостоятельного прочтения потому что действительно очень качественный продукт первые продукт а скульптор скульптор приятного цвета он нанес отчасти с у меня на скулы он на вкулах нанесен очень очень многих моих моделях на курсах этими продуктам сейчас работают почти все мои ученицы я на нем работаю сама делаю скульптурирование себе, вставляю сейчас разные фотографии, вот этот макияж всего не был у меня на фотосессе с прической, тоже можно понять то, что я использую на эти продукты, и, во-первых, в нем нет ни рожены, ни коричневости, вот такой вот, да, если у вас светлая кожа, даже у меня, хотя немножко подзагорелая кожа, все равно светлая, да, по сравнению с какими-то очень смутными девушками, этот цвет просто идеален, когда Вика мне принесла, я сказала, Ксюша, я нашла, что нам нужно ставить новогоднюю палетку, я попробовала на себе, мне безумно это понравилось, потому что очень светлокожая, я, естественно, взяла продукты для себя, и мне он безумно понравился, хотя я раньше любила для скульптурирования очень темные продукты, но мне кажется, что с опытом приходит какое-то понимание каких-то вещей, я до сих пор люблю темные продукты, но просто уже, наверное, не в таком количестве, то есть, ну вот как-то вот к 30, наверное, вообще краситься перестану, очень приятный цвет, очень шикарно ложится, безумно мягкая, тянучая текстура, похожа на текстуры на мои любимые тени от Ильи или Слик, то есть, сильно пигментированная, но тянучая, и за счет этого пластично ложится, повторяет контуры лица, да, если правильно кистью наносите, то есть, я крайне довольна. И второй продукт в этой упаковке, да, это хайлайтер, хайлайтер, пожалуйста, то есть, это суперпотрясающе, если вы смотрели предыдущее видео, посмотрите хотя бы одно, я в каждом виде использую этот продукт, он очень приятно блестит, шикарно ложится на кожу, оставляю вам сводч вот на руке, пожалуйста, да, сводч, очень красивое поблескивание, натуральное, сильно пигментированное, это очень важно для меня, потому что я не люблю, когда ты пытаешься нанести продукты все больше и больше, очень много таких продуктов мак, к сожалению, хотя марка по сути безумно дорогая, ну как безумно, средняя, да, дорогая марка, не дешевая, мы все это знаем, профессиональные продукты, но у них очень многие продукты требуют многократного наслаивания, то есть, с пигментацией какие-то проблемы, я не говорю про помады и тональные средства, да, какие-то для лица, но что касается век, однозначно есть такая проблема, вот, и здесь такого нету. Палетка сама стоит около полутора, по-моему, тысяч рублей, тысячу с чем, нет, даже тысячу с чем-то дешевле, вот, если отдельно ее покупать, в наборе будет, естественно, цены ниже, в итоге вам будет выгодно, вот, мне безумно нравится, то есть, я в восторге, я не вернется с голову, носить удобно, подружке подарить приятно, маме подарить приятно, сестре, пожалуйста, да, можно отдельно заказать, возможно, в наборе. Второй элемент набора, это, я взяла пигмент крупного такого, крупного помола, то есть, пигмент, который больше похож на глиттер, который я буду использовать и творить вам, я попытаю все эти три продукта, сделать три разные новогодние макияжа, вот, я сейчас зареклась специально, потом себя буду смотреть и ориентироваться на себя, что если я сказала, что три макияжа, значит, надо показать три макияжа с этими продуктами, это крупный, такие, крупный глиттер, да, крупный пигмент, использовала в свадебный макияж, который я выполняла на модели буквально двумя видео ранее, я вставлю сейчас фотографию, как любой другой пигмент, я вам советую для зеркального блеска носить его влажным способом, то есть, на влажную кисть, либо на влажный пальчик, в случае с каким-то легким нанесением, можно сделать это слегка, то есть, не влажным способом, вот, давайте попробуем сейчас, я, пожалуйста, как блестят блестки, то есть, мы видно, видно, да? Блин, я не хочу портить свой макияж, потому что их нужно наносить влажным способом, у меня здесь уже было с утра немного блесток, я могу посмотреть, могу, в принципе, и подключиться. Да, естественно, блестки оставляю, давайте сейчас я возьму кисточку обычную плоскую и смочу ее в муцеллярной воде, да, она супер мокрая, я немножко переборщила, конечно, ну да ладно, и давайте попробуем блесток, я их сначала капаю на крышечку, да, чтобы вот, ну, было понятно, потом макаю кисточку в крышечку, вот, видим, да, какой оставляет блеск, вот у, в свадебном макияже, на модели, которую я делала, эти блестки и использованы, единственное, я сейчас беру их немного, то есть, понятно, что в свадебном их намного больше, здесь я делаю сейчас просто вам для декора, чтобы показать работу этих блесток, вот, насколько стал более праздничным, да, сияющим взгляд, можно большим количеством, можно меньшим количеством обойтись, то есть, пожалуйста, just молодцы, они меня радуют, они переделали свои пигменты, сделали их более пигментированными, более такими удачными, и приятная, действительно, коробочка красивая, очень много продукта, 20 номер, номер 20, очень приятная коробочка, вот, и третий продукт, друзья мои, я нашла заменитель моей любимой помады, у меня раньше была помада Inglot номер 417, любимая, выглядит она цвета, я ее называю такая, вялая роза, вялая роза, называю такой цвет, сейчас я попытаюсь вам найти именно саму эту помаду, вот она, Inglot, выглядит она вот так, вот она у меня заюзанная, это матовая помада розового оттенка, которую я использовала вместе с 417, just'овским карандашом с моего сайта, моим любимым, попытаюсь найти, поставлять вам сейчас фотографии, и все у меня всегда спрашивали, что за помада, Ксюша, что за помада, Ксюша, что за помада, постоянно я слышала этот вопрос, но она стоит теперь дорого, стоит она больше 1000 рублей, и она немножко пересушивает губы, это действительно чувствуется, если вы не наносите бальзам, а вряд ли у вас есть постоянно время, она мазает сначала бальзам, губы, да, потом помаду. Я поискала бюджетные продукты, но абсолютно такой же, это помада, just' номер 801, во-первых, упаковочка, да, идентичная, но мне она нравится больше, потому что она на магните, если здесь может открыться упаковка, здесь на магните, и очень похожий оттенок, чуть-чуть похолоднее, но она матовая, матовая, но при этом губы не пересушивают, потому что есть в ней воск пчелиной, вот, показываю. Нет, ни одной девушки, которой эта помада не пойдет, я вам гарантирую, ни одной девушки, номер у нее 801, она у меня в новогоднем наборе, в новогоднем наборе, то есть, естественно, можно заказать отдельно, можно взять в наборе, вот даже такой макияж, вы видите, можно выполнить вот этот вот мейк, да, с помощью этих блесток, этой помады, ну, я снималась с этим мейком влог, там будет сказано, посмотрите мои влоги, будет сказано, какие тени, тени all nylon, сликовские, ссылку на них я оставлю под видео, я использовала в этом макияже, и эта помада, если мы говорим о ней, а мы сейчас говорим о ней, она, я не понимаю, реально, я не понимаю большинство марок, точнее, не марок, а покупателей, почему вы решаете, что если вы платите большую цену, то это соответствует, ведь очень много марок выпускают продукты, которые просто не стоят таких денег, одно дело купить какое-то там тональное средство профессиональной марки, которое можно достать только косметолога, там, Кристины, Холиленды, Калайна, да, результатим это теперь, то есть, исплатить за него деньги, потому что в нем есть питательные элементы, есть ухаживающие элементы, есть противовоспалительные, то есть, те элементы, которые подходят конкретно вашей кожи, и вы платите за ультрасовременную разработку вот этого продукта, в случае декоративной косметики, скажу вам точно, помады, тени, туши, румяна, это то, за что можно не переплачивать, я вам не говорю покупать Maybelline или L'Oreal, да, хотя там тоже есть нормальные продукты, но я не советую покупать масс-маркет, но присмотритесь к малознакомым маркам, которые стараются за всех сил для того, чтобы произвести какое-то хорошее впечатление, потому что нанесу я помаду Just или нанесу я помаду Inglot, а разница в цене в 3-2, ну, в 2 раза точно, если не в 3, то я по факту не увижу никакого различия, за исключением того, что хотя бы помада от Justine не сушит так сильно, вот, поэтому я вас советую просто присмотритесь, пожалуйста, к маркам, которые Just, Sleek, Mix, которые менее дорогие, не такие дорогие, как Ford, Dior, Chanel, хотя там большинство мне вообще не нравятся косметики, потому что в Dior и дико не пигментированные тени. Мне в Dior нравится только блеск или максимайзер и, ну, пару тональников, наверное. Как бы все, бронзеры там вообще говно откровенное. В Tom Ford мне нравятся тени и тинты. В Armani тинты, извиняюсь, в Tom Ford и тени нравятся. Ну, вот, ну, как бы, все. И что, за тени 5 тысяч платить? Ну, смешно. Я наношу то же самое. В Sleek у меня точно такие же глаза, потому что нужно иметь хорошие кисти, руки из того места сходить выучиться или самим посмотреть, да, научиться. И что нужно еще уметь? Ну, голову на плечах, да, и понимать, что к чему, что куда. Вот. Поэтому, друзья мои, присмотритесь, пожалуйста, к бюджетным маркам, присмотритесь к этому моему новогоднему набору. Я специально составляла его для вас. 801-я помада, 20-й блестки от Just и Renaissance Glow, палеточка от Makeup Revolution. Вот мой новогодний набор, вот мой новогодний подарок вам. Пожалуйста, постарайтесь применить эти продукты во всевозможных, так, во всевозможных макияжах, потому что они очень универсальны и подойдут всем. Это помада как на вечер, так и на день, как с контуром, так и без контура, как у меня сейчас. То есть, пожалуйста, все на ваш выбор. Вот. В сопровождении все тональные средства, продукты, другие, да, для бровей, я все оставлю ссылочки под видео. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. Спасибо за то, что смотрите мой канал. Приходите ко мне на курсы в Санкт-Петербурге, в Москве набор на декабрь еще идет, еще есть последние места. Смотрите мои влоги и заходите на эффектно-клозет-аккаунт моей одежды и ко мне на страницу в Инстаграм, Вконтакте Ксения Шапу. Всех люблю, целую.